приветствую дорогие гипертоники приветствую люди страдающие атеросклерозом с вами доктор шишонин я сегодня буду открывать вам завесу мрака на тайной бляшек атеросклеротических бляшек в сонных артериях и почему эти бляшки развиваются при гипертонической болезни сегодня мы будем разбирать именно анатомию физиологию организма с вами простым способом вот мы видим сосудистую систему шеи вот сонная артерия вот она общая вот аорта внизу там внизу дальше сердце вот мы видим от аорта отходит общая сонная артерия которая делится чуть ниже угла нижней челюсти видите вот угол нижней челюсти то есть вот угол вот здесь где-то происходит разветвление сонной артерии на 2 наружная сонная артерия и внутренняя наружно питает лицо а внутренне заходит в мозг проходит вверх питает в основном кору мозга дальше мы видим позвоночную артерию который может отходить от аорты может отходить от брахиоцефального ствола в данном случае нарисован вариант отхождения от аорты позвоночной артерии и она идет через позвонки вот они позвонки вот 6 5 4 3 2 1 вот она проходит через шесть позвонков и заходит в мозг питает ствол головного мозга до заднюю часть и что характерно питает ромбовидную ямку вот находится здесь образование которое контролирует как у вас работает сосуды и сердце в зависимости от того сколько приходит крови и кислорода сюда вот этот датчик заставляет сердце либо поднять давление либо опустить сосуды либо сжаться либо расслабиться и вот она глубокая артерия шеи маленькая артерия который проходит под кожей по сути дела сзади поэтому когда у вас возникает блокировка позвоночной артерии позвонками вследствие остеохондроза когда у вас возникает остеохондроз с годами он придавливает артерию постепенно начинает появляться здесь вот сзади где заканчивается волосистая часть головы на шее начинает появляться красное пятно в покое при нагрузке она может появляться у человека при этом нервном каком-то напряжении при активной работе мозга да может по всем артериям поднимается кровоток может появляться пятно в норме а вот в покое пятно появляется именно у гипертоников у тех у кого заблокирована позвоночная артерия и по этому симптому вот это пятно на голове можно определять вот идете по улице раз пятно видите у кого-то на затылке у женщин не видно у мужиков часто видно затылок а вот это гипертоника если у него пятно он спокойно идет вроде не бежит никуда у нее пятно на затылке вот то есть вот глубокой артерии шеи имеет диагностическое значение то есть можно просто по внешнему виду сзади на человека посмотреть и увидеть что у него и понять что у него гипертония этого не надо быть семи пядей во лбу вот но мы поговорим сегодня о бляшках которые у гипертоников почему-то нарастают именно вот здесь в развилке эти бляшки они бывают очень большими они могут вырастать и закрывать вообще эту сонную артерию представляете каким последствиям это приводит а у большинства гипертоников эти бляшки в размере от 30 до 70 процентов то есть такая огромная бляшище здесь нарастает в этой развилке и сегодня я объясню вам как это происходит что происходит при гипертонии при гипертонии в 90 с лишним там почти в ста процентах случаев она от чего от того что зажимается вот здесь вот позвоночная артерия позвонки смещаются блокируют артерию нарушается приток крови сюда в ромбовидную ямку мозг и мозг из-за этого ему не хватает кислорода ну как будто придушины дальше перед как будто с удавкой на шее человек получается и он заставляет подает сигнал сердце и сосуды поднимать давление вот криминалисты эксперты не дадут мне соврать потому что как бы когда они расследуют случай когда человек повесился например у него что происходит вот это и происходит резкая передавила здесь все сердце получает сигнал поднимается резко давление и сжимаются все сосуды человек синий становится здесь это удушье происходит постепенного человека и вот так возникает гипертонии начинает сердце снизу усиленно закачивать кровь в систему а здесь то пережата позвоночная артерия сюда кровь то уходит плохо и по системе сообщающих сосудов она уходит в самую широкую в общую сонную артерию и та кровь которая должна сюда идти и та кровь которая в позвоночную не заходит потому что позвоночная создает давление в системе повышенное это давление запирает и не дает пройти крови сюда дальше и она уходит в сонную артерию кровь то есть слишком большой объем не заложенный по природе идет через вот эту сонную артерию и лупит сюда, в развилку бьет. Каждый удар сердца бьет в развилку. Бьет, 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 бьет. Начинает здесь расти бляшка из-за этого. То есть возникает травма объемом крови и силой удара, гидроудар. Регистрируйтесь на мой бесплатный вебинар, который в ближайшем будущем точно не повторится. На встрече поговорим подробнее о том, как возможно нормализовать давление и избавиться от гипертонии в любом возрасте без препаратов, естественными и научно обоснованными способами. Поделюсь клиническим опытом и расскажу о своих новейших наработках в этом направлении. Жмите на ссылку в описании прямо сейчас, чтобы узнать подробности и воспользоваться уникальной возможностью. По сути дела это получается как мозоль нарастает такая здесь, да? Бляшка это как защитный механизм, чтобы здесь не разорвало просто. Если бы не было этого механизма, то у гипертоников просто разрывало бы здесь вот эти развилки через непродолжительное количество времени и кровь бы фонтаном бы начинала холестать из шеи, просто прорывало бы и кожу и все от такого давления безумного и лупила бы и шеи кровь вот фонтаном и человек бы умирал. А за счет того, что артерия сопротивляется и образует вот тут бляшку, человек этот может жить. Но при этом начинает бляшка расти. Мозоль это как бы все время трет, трет, эта кровь там натирает и мозоль нарастает и может в итоге замкнуть эту артерию, то есть не дает крови проходить. И поэтому-то в позвоночной артерии этих бляшек, ну я не знаю, я вот просто десятки тысяч людей перелечил, вот эти бляшки в позвоночных артериях видел, ну может раз десять в своей жизни, понимаете? То есть это настолько редкое явление, что просто удивительно. Но на самом деле удивительного ничего нет. Здесь вялый кровоток возникает в позвоночной артерии. Здесь никто никуда не бьет, никакая лишняя кровь. И бить-то некуда, потому что она прямая, тут развилок нет. И бляшек тут соответственно никаких нет у человека. Никогда их не бывает. Именно потому, что вот так вот гидродинамика крови работает. И вот когда мы устраняем в клинике, вот мы подводим сюда датчик УЗИ и смотрим отсюда, где что пережато, как. Потом лечим, устраняем в клинике вот эти вот зажимы в шее, выправляем эту артерию. И все, и кровь начинает нормально циркулировать у человека. И что мы наблюдаем? Когда мы видим этих пациентов не там, не один курс там две-три недели, да, а когда мы их наблюдаем прям регулярно, кто вот москвичи, кто местные, мы видим, что бляшки постепенно начинают уменьшаться. И это логично, потому что кровь ушла в нужное русло, давление упало, потому что ромбовидная ямка получила свой кислород и сняла напряжение системы. И все, давление упало, и бляшка постепенно уходит, то есть примерно в течение двух-трех лет, примерно вот так вот, бляшка уменьшается. Бляшки до пятидесяти процентов уходят полностью у людей, бляшки от семидесяти процентов и выше уменьшаются до, ну, наполовину где-то. Вот эти мы наблюдения имеем. Происходит это все автоматически, не нужно для этого никаких кроворазжижающих пить, антихолестериновых и каких-либо еще препаратов. Надеюсь, теперь проблема бляшек в сонных артериях вам стала ясна. Вы поняли, как с этим бороться. Как минимум нужно делать обязательно гимнастику для шеи, мою, чтобы она как раз направлена на то, чтобы вытянуть эту позвоночную артерию, снять с нее напряжение, чтобы нормализовать кровоток самостоятельно, даже не приходя в клинику ко мне. Ну, в сложных случаях приходить в клинику, мы вам поможем, особенно если большие бляшки, это наш конек, наш профиль. Так что до встречи здесь, на ютубе. И будьте здоровы. Пока. С вами был доктор Шишонин. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы!